Фокус связан с тем, что в нашем мозге, и это показано уже целым рядом нейрофизиологических исследований, центры боли сопряжены с деньгами. То есть, когда вы расстаетесь с деньгами, у вас активизируются центры боли. Условно говоря, вы смотрите на какой-то товар, и вам он нравится. Условно говоря, кофточка или, я не знаю, клюшка. А потом вам говорят, что это настолько-то. И вот то, что вам только что нравилось и вызывало центр удовольствия, у вас выделялся дофамин, у вас возникает, у вас выделяется адреналин, наоборот, вам дискомфортно, вам страшно, вам напряженно. Потому что деньги у нас ассоциируются с безопасностью. Если у нас есть деньги, то я безопасен. И дальше деньги становятся культом. Они становятся такой, как бы сказать, фишкой, что надо обязательно получить эти деньги, потому что это меня избавит от боли. И мы формируем целую культуру, в которой деньги, заработок и так далее становятся такой существенной очень вещью. Понятно почему. Потому что она эволюционно сопряжена с чувством боли, с инстинктом самосохранения. Сам инстинкт самосохранения не занят никакими существенными деньгами. Если бы вы целыми днями бегали ото льва за антилопой, вам было бы не до денег, вам было бы плевать совершенно на какие-либо бумажки. И дальше у нас получается такая конструкция. И дальше это превращается в замечательную объяснительную модель, когда я говорю, что я не смогу заработать много честным способом, потому что у нас нельзя это сделать. И это объяснительная модель. И дальше все это заворачивается и превращается просто в клубок нерешимых проблем. Продолжение следует...